Нависшие над головами сосульки это не только угроза жизни и здоровью граждан, но и тонкий с точки зрения законодательства момент. Представим, что ледяной сталактит упал и повредил имущество или навредил жизни и здоровью граждан. Кто за это ответит? Собственник жилого помещения, коммунальщики или может быть мэрия? Попробуем разобраться. Почти каждый день из разных городов страны поступает информация о падении сосулек с крыш. На этой неделе из-за оттепели опасность усиливается. Это обычная пятиэтажка, таких в городе тысячи. Сосульки свисают из крыши, из козырька социально значимого объекта – аптеки. Руководство учреждений и фармацевты переживают. Если дойдет до беды, ответственность вплоть до уголовной грозит им. Сбить сталактиты своими силами, между тем, арендаторы не могут. Очень страшные сосульки висят. Здесь рядом горка, дети бегают постоянно, пожилые бабушки ходят, с колясками приходят. У нас единственная аптека с пандусом, как бы очень страшно с ребенком заезжать. Не могут, а должны, считают в мэрии. Если сосульки свисают с крыши, их уборка в сфере ответственности коммунальщиков. Если с козырьков, отдельно устроенных входов – арендаторов. Если с балконов – жильцов. Мэрия регулярно проводит рейды и следит за очисткой поверхности от наледи. На прошлой неделе таких было больше сотни. По прошлой неделе это 138 дворовых территорий и порядка 23 обращений. Мы по ним выданы были предписания, предостережения, будем так говорить. И, соответственно, 23 материала были отправлены в государственную жилищную инспекцию для составления протокола для привлечения к административной ответственности. С момента звонка жителей у коммунальщиков сутки на уборку сосулек. За неисполнение обязанностей штраф – это 40 тысяч рублей на юридическое лицо. Мэрия напоминает, жители могут пожаловаться на сосульки и заснеженные дворы. С января работает горячая линия. Звонки принимают в будни с 8.30 до 17.30. Номера горячих телефонов вы видите на экране. Если коммунальщики бездействуют, нужно дать им стимул. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иванова.